ребят всем привет привет от меня привет от плюшки на плюшка так 5 секунд плюшку у нас кушает лечебный корм она болеет поэтому она садится туда потому что я кормлю и отдельно сейчас 5 секунд вот не хочет на кушать хочет участвовать съемках в общем вчера варила сыр кротен лазил в своих запасах всяких прибамбасов для изготовления сыра но кто занимается сыром те знают что у нас наверное процентов 60 всего добра который у нас хранится кухонных шкафах это всякий прибамбас для сыра все кто начинает заниматься варить сыр дома поначалу покупают всякой ерунды в общем и как залезли на сайт увидели какую-то форму написано с форму для камамбера форма для качеты форум для того для сего общем мы верим информации покупаем и в итоге наша кухня превращается в огромный склад я естественно не профессионал я даже не подмастерья а так скажем бельевая вош живущих в белье подмастерья но у меня есть некоторый опыт уже то что мне понравилось что не понравилось ненужных и нужных покупок в общем я решила снять вам видео может кто-то только начинает этим заниматься я хочу вам рассказать что мне понравилось что мне не понравилось что не стоит покупать чем я пользуюсь в общем расскажу про формы про термометры про контейнера для созревания сыра про таймеры и про подложки в общем кому интересно смотрите покупайте только нужные не тратить свои деньги не совершайте моих ошибок ну чё поехали с чего начнем начнем на русском чтобы вы не подумали что у меня тут часовой механизм для бомбы для взрывного устройства текает это вот такой таймер я уже о нем говорила это механический таймер он у меня здесь я кратенчики проветлю чтобы времени терять в общем у нас будет на заднем плане текать вот вот это у меня формы и это не все это я который в нескольких так скажем экземплярах они остались шкафы я вытащила по одному-два представители данный форм так сейчас подождите в посудомойке мылись еще потому что они мне нравится я должна как слышно меня я должна вам о них рассказать вот такс 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 поначалу накупила сейчас место раздвинем поначалу накупила много вот таких формочек штуки 4 наверно у меня формочки удобные плюха плюха покошила хорошо что не разбила формочки удобные хорошо в них например отцеживать рикоту постели в какую-то ткань у меня кстати старые шторки органза сейчас подождите если найду вот такие у меня были шторы это такая органза выкинуть жалко но я на из них нашего вот таких мешочков они не воняют в отличие от хлопковых тканей когда в них сыворотка стекает вот такие примитивные мешки швом естественно наружу нужно делать чтобы туда сырной массы не попадала такой длинненький отвешиваю вот такие есть тряпочки так хочу предупредить край край нужно опалить потому что я первый раз делал не опалила край и когда стала вот эту сырковую массу вымешивать у меня там какие-то длинные я подумал что волосы но я всегда занимаюсь приготовлением чего-то особенно сыра в главном уборе в платке плотно завязанном или в шапочке еще я поняла что вот отсюда такие тоненькие ниточки вылазит и попадают сыр так что не совершайте моих ошибок а так я вот то есть выстелил этой старой не обязательно покупать новую простирали с белизной хорошенько на кипячение ничего и не будет в общем вот такие формы есть у меня такие маленькие есть у меня такие большие большая ну честно вам скажу пользуюсь ими редко вот такие формы отлично подходит для адыгейского сыра здесь еще можно вот эту форму одну на ставить и рисунок сырочка будет одинаковым что сверху что внутри очень красивенький но молока у меня мало адыгейский сыр как я не варю в общем пока у меня эти вот вот такой душ лачок и вот это эти штучки лежат запасах я не знаю стоит ли их покупать не стоит ночью я не пользуюсь что мне нравится эта форма для волонце у меня водичка какая-то формочки для волонце я купила 4 штуки просчитываю что буду варить из 10 литров но как показала моя практика 4 маловато в зависимости от выхода сыра из молока все-таки на 10 литров нужно покупать 5 форм форм очень качественные такие плотные мою все в посудомойке то есть эти форму вот совет такие квадратники формочки они по моему российские я не помню чьи честно говоря не такие мягкие из мягкой такой мягкого пластика тоже мою их в посудомойке уже очень давно делаю в них рикоту можно рикоточку сделать так выложить тоже на прямоугольничком будет таким спрессованным потом можно запечь в духовке красивенькой форма делаю в них халуми потому что лепешечкой такой у меня не получается сделать а почему-то у меня ломается а так прямоугольничком сделаю то есть такой высотой где-то три сантиметра и потом режу на полосочки шириной сантиметра и жарю на сковородке очень хорошенькие формы я даже видела девчонки в них делают и какие-то другие сырочки даже кто-то по моему камамбер чеки делал такие из отходов то есть форма нормальный можно покупать следующие формочки вот такие стаканчики стаканчики расстрел их мне несколько штук они тоже мягкие тоже моются в посудомойке очень нравится для небольших камамбер чеков каратенов больших так скажем хорошие формочки сыворотка отходит хорошо вот у несколько но для каратенчиков мне больше нравится такие вот дешевые стаканчики я не знаю они идут для рекорд и мягких сыров вот у меня их всего пять но я думаю что надо было мне не жадничать побольше их купить каратенчики в них получаются где-то по 130 граммов они очень маленькие аккуратненькие прям вот на один укус можно сказать то есть вы вынул один каратенчик это не много и не мало и утром с кофейком прекрасный его съел так нет каратена вчерашние на просушке сейчас вот я принесу вам все-таки покажу какой каратенчик получается вот в такой форме стаканчиком вот такой каратенчик превосходный он небольшой можно даже сказать маленький но мне очень нравится кроме того высокий стаканчик очень удобно наполняешь полный стаканчик и сырная масса сырное зерно вернее в процессе самопрессование превращается в такую шайбочку и очень удобно переворачивать потому что низ уже вверх шире вот очень мне нравится так то что я показала откладываем в сторону есть у меня еще такие маленькие сердечки формочки в таких формочках я делаю сливочное масло то есть я заполняю формочку замораживаю потом масло хорошо отходит так сейчас ребят посмотрю в холодильнике у меня был последний остаток кусочек от этого маслица если я сейчас покажу так ну вот что осталось то есть верхняя часть от этого сердечка я делаю такие небольшие сердечки замораживаю их и вынимаю сердечко из морозилки отталивает в холодильнике едим чтобы весь кусок большой не валялся в холодильнике также я в этой формочки впервые попробовал сделать каратенчик по классическому варианту у меня осталось немножко свернуть зерна форму было вроде бы уже лишним заполнять но я взяла сделала вот такое сердечко с листочками василька маленький каратенчик такие формочки для камамбера диаметра 12 сантиметров к ним я купил вкладыши очень нравятся эти формы во первых они на ножках хорошо отходит сыворотка во вторых то что под него можно подобрать вкладыш здесь делаю и камамберы и небольшие головки качут они получаются на 500 600 грамм сейчас еще так ну очень удобно прессовать сюда входит литровую банка но пустой банки у меня нет с медом банка покажу то есть в качестве пресса можно использовать удобно по диаметру подходит наполняя банку разным количеством воды взвешиваю можно регулировать контролировать груз для прессовки в общем форма прекрасные можно покупать подходит для всего следующая форма у меня также для качеты когда мне лень делать несколько головок в одну бухнуть всего такая на мне тоже твердая купил такой же вкладыш сюда запрессовки вот и пользуюсь ей в качестве груза я сюда использую сейчас я вам покажу это такие блины от гантелек гантельки старые они у меня завернуты в пищевую пленку и вес 2 килограмма то есть если нужно прессовать я вот это помещаю в пакетик и на вот этот вкладыш 2 килограмма укладываю следующая формочка вот такая прямоугольная так надо вас наверно немножко приподнять прямоугольные она тоже с вкладышем для прессовки мне в ней нравится делать брынзу потому что головка получается брынзы прямоугольная хорошо сходит сыворотка потому что брынза она такая водянистая ее потом очень удобно резать на квадратике такой правильной красивой формы чтобы например в баночке с маслом или в рассоле хранить тоже понравилось есть вот такая формочка с поршнем для прессовки сыра два раза я и пользовалась первый раз попробовал мне не понравилось потому что вы тут чё-то как-то края уголовки не очень были это я сама накосячила я поняла что в этой форме нужно обязательно сырное зерно вкладывать сам в ткани дренажные и тут вот мало отверстий сыворотка как-то сходит не очень активно нормально но в общем для твердого сыра тоже хорошо тем более я купил эту форму чё-то по скидке она такой твердые вообще на 200 лет хватит так все вам рассказала про форму все так и выходит а что мне не понравилось пустая трата денег вот когда-то на заре своего сыра деле я так скажем я купила такие формы которые были указаны как форм для камамбера но они вот никчемные во первых для прессовки головка камамбера она должна быть так будильник прозвенел мне нужно убирать каратена в холодильник продолжим продолжим так ну будильник выключайся вот то есть для прессовки они не подходят потому что сырная головка получается невысокой очень долго уйдет времени если стоять там и по мере оседания подкладывать зерно в общем не знаю я не знаю куда их использовать ну что в качестве браслета вообще думал может у них сливочное масло можно формовать тоже вариант вот к ним были эти вот такие дренажные сетки для переворачивания в общем пока я ими не пользуюсь может быть когда будет много молока я их буду использовать для формовки масла не знаю в общем смотрите я я бы такое сейчас не купила о самодельных формочках такие я делала из стаканчиков для кофе в них тоже можно делать каратенчики небольшие какие-то мягкие сырые волонцы шки но у меня есть нормальной формы выкинуть очень жалко очень черт черт стоят не знаю может рассаду посажу какую не выбрасывать же следующие у нас рубрика о термометрах гигрометрах много у меня было вот таких есть еще с выносным датчиком с проводочком как термометра они может быть и более-менее плюс-минус там три десятых но влажность они врут то есть они у меня куплены вот лежат не знаю где может в сарае использовать или дом или вот на веранду вынести посмотреть температура какая но не покупайте по влажности они в ружке вот сорок один процент тридцать один вот видите подлецы какие вот этот вот термометр гигрометр из так скажем не супер-пупер дорогих четыре штуки я купила около тысячи стоило вот этот вот самый неврушка и по температуре и по влажности так что кто будет брать не берите ерунду купить сразу нормальные у меня такие термометры гигрометр стоят в каждом контейнере с ручком где нужно контролировать влажность купила вот такой механический термометр он мне очень нравится длинный щуп 20 сантиметров вот с держателем я по нему сверяю всякие электронные потому что не раз было так что электронный одну температуру показываю механический другой все-таки по механике нужно сверять естественно тут 10 градуса не разглядишь но в качестве так скажем так скажем эталона или как сверочного варианта можно использовать единственный минус я слепая ни хрена не вижу для этого для этого у меня есть лупа и еще во время подогрева сырного зерна на индукционной плите вот электронные начинают мигать у них экран вообще приказал долго жить уже вот и прыгать температуру и вообще невозможно никак на индукции определить точность температуру то есть вот механически для индукции он никогда не сбивается и показывает точную температуру прелестный очень нравится вот этот еще термометр и я сверяла его и по механике и по тем термометром которым доверяю он молодец вот он неврошка хороший то есть десятые градусы я сверяю по нему вот этот термометр с щупом с таймером тоже хорош единственное у него нет измерения температуры десятых градусов но большой плюс в том что здесь есть звуковой сигнал например я поставил молоко на пастеризацию 71 градус что-то куда-то кто-то мне позвонил отвлеклась он не прозвенел вот но но ломаются вот такие вот щупы я заказал сразу три штуки себе и все же вот два было щупа один померила вот показание одного щупа соответствовал показанию например вот это механического 2 нет я не знаю почему в общем берите в качестве звукового сигнала и когда не нужно измерять десятые доли градуса он превосходен кроме того не здесь магнитик он у меня на вытяжке например или на баночке магнититься на кухне забрызгалась грязненький в общем про термометры гигрометры рассказала рубрика номер три инструменты для вымешивания сырного зерна для измельчения так скажем вот что у меня есть но это знаменитая шампулира изобретение марина каманины я и пользуюсь у меня есть лира от сыроварни но мне неудобно пользоваться не знаю вот дешево сердит и удобно прекрасно тоже и инструменты этих я подбираю еще с той целью чтобы быть в посудомойке потому что у кого есть посудомойка тех уже руками мыть как-то противника или вот хорошая вещь у всех такие вот совочки лопатки для вычерпывания сырного зерна вот эта штука у меня на такая силиконовая мягенькая она у меня только чисто на рикотта идет у нее невысокая неглубокая ручка до дна кастрюли не достает но рикотта она прям превосходная снимаю такая шумовка я купила вальдорадо долго искала шумовку длинной ручкой чтобы она до дна 10 литровой кастрюли если высокой доставал и у меня теперь 16 литровые кастрюли вот купила тоже нравится моих посудомойки хорошая сумочка венчики для измельчения сырного зерна был у меня вот такой венчик мой столетний даже не знаю сколько ему лет какой-то дешевый где-то покупала но чем он мне нравится него тонкие спицы единственный минус он не достает иногда до дна кастрюли купила себе вот такой вот 600 с чем-то рублей такой большой длинный 50 60 сантиметров но не обратила внимание так там по моему было описание что толщина спиц 2 миллиметра ну когда он пришел оказались вот такие вот толстенные это не спицы даже не знаю канаты сырное зерно этот венчик мнет превращает в труху я даже не знаю для чего его использовать если только это защищаться в машину положить в качестве биты или в качестве музыкального инструмента в общем когда будете выбирать смотрите на толщину спиц не берите с толстыми спицами инструментом все свои суметы кучки лежит отдельный ты нож которым я сырное зерно режу больше ничего я им не режу хранится отдельно следующая рубрика вес и ложки дара для хранения заквасок изначально у меня были вот такие весы они мне нравились они новые даже вот видите коробочка есть единственный минус то что они до тысячных грамма не взвешивают а так как я пошла учиться на белую плесень школу с родили маринка маней взвешивать плесень не стала для на них не смогла поэтому поэтому кто начинает не жадничать и покупать сразу вот такие вот высокоточные весы взвешивает очень хорошо классные купола на зоне 200 чем-то тысяч стоили ложечки ложечки хранятся в баночке потому что их после использования обрабатываю кипятком такие металлические мне нравятся такие но так скажем больше я пользуюсь нас я промышленными масштабами такими не варю сыр чаще пользуюсь такими вот маленькими ложками где 1 64 1 32 ну а большие ложки идут у меня для например засыпки кальция плохо что не продаются вот так скажем не набором а по одному предмету вот таких бы маленьких ложечек я купил побольше есть у меня пластиковые ложечки такие на 1 64 они у меня хранятся вместе закваской в баночке в морозилке чтобы то есть туда никакие другие бактерии не садились лежит она у меня в баночке в определенной закваске там и лежит к этим весам шла шла вот такая штучка ой носик отвалился для взвешивания очень удобно брать рекомендую еще у меня есть калькулятор так как закваски с математикой у меня совсем 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 плохо 2 плюс 2 на рне сложу дальше не смогу у меня калькулятор чтобы рассчитать норму внесения закваски плесени это все все у меня лежит по концерном ящички опять же для хранения заквасок плесни других культур стерильной упаковки я покупаю баночки в аптеке для т.б. твердо бытовых отходов на человека вот отрезая вот это у них там эту палочку чтобы короче было на в закваску не макалась не мешалась в текст прайсе покупают такие наклейки для рассада огородные они прекрасно клеится очень хорошо держится на баночке подписываю название закваски дозировку на литр или 10 литров молока кто на каком объеме варит и срок годности закваски чтобы контролировать и очень удобно такс об этом по моему все следующее о контейнерах то есть контейнер для для созревания сыра о дренажах в общем прикупила я себе изначально вот такие контейнеры высокие они с крышкой как бы удобно но холодильник не резиновый и для холодильника более удобной форма не глубокая но все-таки высокая чтобы сыр имел возможность дышать также с крышкой и желательно покупать форму для экономии пространства для облегчения своей работы чтобы эта форма вмещалась по ширине и глубине холодильника есть у меня одна такая но не совсем такая она не совсем подходит для полки но более-менее на меня устраивает если делается большой объем сыра например сыров с плесенью очень удобно вынул одну форму из холодильника чем там пять маленьких также удобнее экономить те же гигрометры то есть в одну форму поставил и контролирую влажность такая то есть берите форму и форма контейнер по ширине полки то есть у кого-то холодильник на 50 60 сантиметров где-то хотя бы там 40 на ну на 40 лучше 50 на 40 но таких форм я не находил и вот единственный так более-менее подходит в котором сейчас были каратены то есть вот эта форма как бы не нужно но можно использовать ее да не знаю для чего для хранения чего-то дренаж для сыра очень важен для того чтобы сыр у нас дышал внизу я покупала много какие-то я тут отрезала такие подносики они продаются на озоне везде они продаются стоят они не дешево такие сетки раковину я покупала тоже вот резал их но что неудобно их приходится например в контейнер под форму контейнера подгонять и обрезать это меня на другой контейнер на другой ширине как бы вот чтобы обрезать и скромсать вот такой подносик за 500 рублей жалко ну ладно подносик у меня используя пельмени на нем выкладывают для заморозки тоже он пригодился мукой посыпаю заморозил в пакетик пересыпала вот я нашла другое решение увидела это о так скажем опытных зароделов которым естественно доверяем у которым учимся это я увидела марина каманиной то есть вот такие решеточки для как ее называют для газон для не для газон я не знаю для чего они то есть но я купила не дешевый вариант которые хотя девчонки говорят что пользуются в светофоре продают я не помню сколько вот на один квадратный метр около 800 рублей стоило они прекрасно вот ломаются можно под разную отломить под разные контейнер себе сделать дренажик можно два поставить если вы боитесь что этот пластик не пищевой он не вонючий предварительно я его отмыл а отмыл а хозяйственным мылом даже в посудомойке мою он не плавится не деформируется запаха абсолютно никакого нет сыр у меня на нем лежит вызревает я вам покажу ну а кто как бы все таки считает что это не совсем годится можно в принципе наверх положить либо вот такую сеточку либо вот так вот но очень экономный вариант превосходный поломал под любую форму подогнул какой тебе нужен квадратик и гораздо дешевле представьте два подноса я купила за тысячу а вот таких штук я за 800 рублей накупила огромное количество и на один квадратный метр и можно в любой контейнер положить так чтобы не быть голословной сейчас я вам покажу сырный холодильник вот смотрите с ручки у меня лежат вот здесь здесь и вот так с плесень я повыше просто подняла чтобы воздуху внизу побольше было можно было дышать все нормально следующая рубрика емкости для рассола такие пищевые контейнеры прямоугольной формы почему они мне нравятся потому что у них по площади большее количество срочка входит вот у меня здесь рассольчик там у меня лежит тряпочка которую я с ручки прижимаю салфеточка такая здесь приклеиваю тоже наклейку пишу раствор концентрацию соляного раствора дату изготовления раствора и вот пишу для качеты и еще есть у меня отдельная такая же емкость для сыров с плесенью потому что посолка сыров с плесенью и без плесени в одном контейнере естественно не рекомендуется также вам покажу одну вещь вот такие штучки я купил на алиэкспресс это решетки для духовок они с небольшими ножками то есть для дренажа их можно использовать но как мне сказали девочки из родильной группы выкладка сыра на эти решетки нежелательно потому что хоть написано нержавейка я кстати тоже мыла в посудомойке прокаливала в духовке что возможно реакция от воздействия кислой сыворотки и металла но их можно использовать для также увеличения поднятия сыра над поверхностью во время дренажа то есть также поставил наверх пластиковую решеточку положил вот удобно и в духовке их можно использовать смотрите прелестно ну и завершающий этап завершающая рубрика я наверно вас уже замучила это индукционная плита немножко как как все немножко у меня запылилась вот такая мне плита индукция перевернуть покажу видно вам ее маркировку модель это на 2000 ватт ее мощность чем она мне нравится здесь шаг регулировки мощности 200 не знаю 200 ватт 200 киловатт я не знаю как ватт наверное вот она очень удобно во первых при подогревании сырного зерна например когда нам нужно за большой период времени подогреть сыр сырное зерно на там два-три градуса ставишь мощность 200 вымешиваешь и прекрасно все подогревается тоже плита хорошая пользуюсь покупайте прям прелесть кастрюля такой марки у нее кастрюлька на 16 литров так видно вам не видно на 16 литров тоже очень нравится у нее толстый но она подходит для индукционной плиты моется в посудомойке мне нравится есть у меня сыроварня почему горит не пользуешься роварене и кстати продавал тут передумала потому что очень много тратится время на изготовление сыра в смола с маленького количества молока маленький выход поэтому я купил себе кастрюлю на 15 литров то есть качеты например я готовлю в этой кастрюле сыр из плесенью я готовлю в сыроварне в 10 литровки так как форм для например того же волонсе у меня мало из большего количества мне неудобно готовить здесь лежит вот такая пельменица пластиковая если стуфа турим сыр очень удобно чтобы форма сыра мне касалась влаги можно подложить вот такой вот пластиковую пельменицу все прекрасно отходит сыворотка хотите сделать повыше подложите под нее вот две таких пельменицы вот я обычно использую щас покажу как вот так я использую это фальш дну от сыроварни есть такие же штучки от микроволновок тут как бы не высоко все равно есть опасность не дай бог много выйдет сыворотки и головку будет плавать в жидкости и оставлю так наверх эту форму для пельменей и кроме того здесь между отверстиями большое расстояние и капельки сыворотки путем натяжения плохо отходит то есть они вот затягиваются сывороткой вот эти отверстия а вот здесь удобно здесь нет такого застоя подставлю и все прекрасно оттекает кажись все в общем я уже устала у меня даже щеки покраснели я вспотела то ли от волнения то ли от усилия в общем девчонки это видео для новичков потому что те кто варит сыр они все это знают но вдруг кто-то посмотрит новички такие же как я кто начинает заниматься сыром надеюсь видео будет интересно если что то есть вопросы спрашивайте в комментариях я отвечу все в общем спасибо за то что вы посмотрите этот ролик напишите комментарий очень я старалась поделиться своими невзгодами плюсами и минусами все пока затомила вас